Иудеи убили Ну, вообще-то написано примерно так. Павел пишет фессалоникийцам. Синодальный перевод, как всегда в начале читаю. «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». Слушайте, ну, какое-то прямо очень нехорошее место, не правда ли? И впоследствии много людей будут использовать такого рода цитаты. Да, впрочем, эту цитату, потому что других мест во всем Новом Завете, вот настолько антииудейских, я не могу вспомнить. Вот прямо сказано, они убили Господа. Имеется в виду, конечно, распятие Иисуса. И отсюда выводятся всевозможные такие теории, я не буду сейчас называть, какие именно, но вы, наверное, догадываетесь, что не самые лучшие. Эти теории обычно оказываются запрещенными на территории Российской Федерации, и, в общем-то, не без оснований так. Что же имеет в виду Павел? Напрямую возлагает ответственность за смерть Иисуса на иудеев. Знаете, вспоминается в самом начале книг «Деяний», вторая глава, там проповедь Петра, которая связана с распятием Господа, и он обращается, в общем-то, напрямую к слушающим его израильтянам и иудеям и говорит, что вы руками беззаконных его пригвоздили ко кресту. Но там он говорит это им в лицо, и при том сказано, что после этого значительное количество из них приняло христианство, покаялось, да? И там мы это видим как такую резкую провокационную проповедь. Но представим себе, что сегодня какой-то проповедник стал бы говорить с людьми, живущими в России, о преступлениях большевиков, и стал бы говорить о них вот такими словами. Это вы разрушили храмы, там вы много чего еще сделали, убили невиновных, развязали гражданскую войну. Ну, большинство из нас, наверное, скажет, ко мне какие претензии? Я родился после этого. Ну, там Петр обращается к людям, которые действительно присутствовали незадолго до этого, а при всех этих событиях, вероятно, многие из них кричали, распни его, вероятно, многие или так, или иначе косвенно соучаствовали. Но здесь Павел обращается к фессалоникийцам, которые к этому никак не причастны, и действительно здесь связь довольно опосредованная. Что он имеет в виду? А, ну, может быть, мы посмотрим в Евангелие от Иоанна, там периодически встречается от слова «иудей, иудей, иудеи», но оно не обозначает иудейский народ практически никогда, оно обозначает верхушку. Оно обозначает синодрион, фарисеев, книжников, то есть, собственно, тех, кто именно отстаивал свою иудейскую идентичность, но никогда не простых людей, потому что, в конце концов, и Иисус из иудеев, и апостолы его все, да, то есть это не национальная, не религиозная идентичность, это, грубо говоря, вот место в иерархии. Вот кто гордится тем, что он управляет иудеями? Ну, это Иоанн. А что имеет в виду Павел? Ведь он обращается не к рядовым каким-то представителям израильского народа, да, чтобы с ними так говорить, он обращается к фессалоникийским христианам, из которых большинство явно были языческого происхождения. Более того, он сравнивает, вы претерпели от своих единоплеменников то же, что те, которые в иудее находятся, христиане от иудеев, от своих единоплеменников. О, вот это уже некоторая подсказка. Он не противопоставляет здесь иудеев и эллинов или каких-то еще других людей, других национальностей и религиозных групп, да? Он говорит, смотрите, вы терпите от своих. Вообще это самое обидное, правда? Когда чужие бьют, ну, они на то и чужие. Но когда свои, когда ты не можешь объяснить своим соплеменникам, родным и близким часто, потому что ведь вот это разделение, оно проходит иногда по домам, да? Вот один человек в семье обратился, а другой нет. И тот другой его как-то за это унижает, оскорбляет, что-то еще делает такое. Вот это же самое болезненное. И он говорит, смотрите, вы терпите то же, что терпят христиане из иудеев у себя там дома, от других иудеев. И с вами та же самая история. И самое важное, о Господе Иисус Христос, он тоже из иудеев, и ему пришлось претерпеть самое-самое страшное от своих единоплеменников. То есть это не обвинение национальной группы, ни в коем случае. Или религиозных, или каких-то еще. Это не вражда, которую он подогревает, да? Что запрещено, опять-таки, законодательством нашей страны, но и не только нашей. Это попытка объяснить, смотрите, вам сейчас приходится тяжело, вас преследуют, вас гонят. И вы можете просто знать, что вы в этом не одиноки. Что то же самое, там в иудее претерпевают ваши собратья по вире из числа иудеев. Что то же самое, причем в гораздо большей степени претерпел сам Иисус Христос. Вы идете по его стопам. С вами происходит то же, что было когда-то с ним. Не надо этому ужасаться. Не надо это воспринимать как конец света. Все это часть некоторого общего замысла. Все это вот что-то такое, что хорошо, понятно, знакомо, что должно быть преодолено, что у вас есть силы вытерпеть. Почему же такого рода отрывки иногда используют в разного рода антисемитских полемиках и прочих не очень хороших случаях? Ну, потому что, к сожалению, вырванная из контекста цитата очень легко становится дубиной в руках цитирующего. Ну, и я прочитаю свой перевод, который издан, и постараюсь, чтобы, может быть, какие-то подробности в этом переводе прозвучали, может быть, чуть яснее. Так, братья, вы стали подражать церквям Божьим в Иудее. Вы терпели от своих соплеменников такие же гонения, как и тамошние верующие во Христа Иисуса терпели от иудеев. Те убили и Господа Иисуса, и пророков, а нас они преследовали. Богу они неугодны и всем людям враждебны. И вот эта неугодность Богу и всем людям враждебность, она, конечно же, здесь описана не как свойство какой-то группы по этническому или религиозному признаку. Так можно прочитать, можно, но не стоит, не нужно. А как производное от их действия. То есть, когда убивают праведников, пророков, когда гонят своих соплеменников, принявших веру во Христа, тогда эти люди становятся, и в той мере эти люди становятся неугодны Богу и всем людям. А иначе, ну какой смысл тогда Павел, самый иудей по происхождению, и апостолы, которые были призваны Христом, конечно же, к ним это не относится. Это относится к действию, а не к принадлежности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!